Тему сегодняшнего сообщения перекликается с докладом Михаила Свешникова. Он берет данные по газетам, а мы пытаемся опираться в исследованиях на данные, которые сейчас активно публикуются, постраничные сканы древних источников, в частности средневековых. Ну и вот сейчас имеется три издания альфонсовых таблиц, которые я несколько лет назад докладывал, сопоставлял разные издания между собой. И с помощью Стофеева появилась совместная работа о том, что он сопоставлял, в частности, координаты городов, приведенных в альфонсовых таблицах, с данными Птоломея, который якобы составил свои географические опусы еще в начале эры Рождества Христова. Ну, для меня совершенно очевидно, что дата 160-й год от Рождества Христова – это фантастическое. И даже если ее считать, что традиционные историки эту дату перенесли, и она соответствует выявлению има 1660-му году, ну, к 1500-му плюс 160 лет, 1660-му РХ. А это, соответственно, если из эры Диоклетианы превратить в эру Рождества Христова плюс 280 лет, то там мы переходим в 1530-е годы РХ. То есть это просто как напоминание я сделал, чтобы было понятно, о чем идет речь. И исследование реальных сканов этих альфонсовых таблиц, он показывает, что представление о координатах городов европейских в этих работах очень такие своеобразные, так скажем. Ну, для напоминания считается, что первые альфонсийские таблицы были разработаны при короле Альфонс X Кастильский, и, значит, Илья Альфонс Мудрый X, значит, родился в 1221 год, умер в 1284 год. Ну, и он там еще был в какие-то старший сын Фердинанда. Значит, если эти эры из эры Диоклетиана, которая в Средневековье была широко распространена, превратить в Рождество Христово, то мы перемещаемся в 1536-1568 год. Ну, я там написал тысячи. Есть несколько рукописей, которые в интернете представлены, постраничные. Одна рукопись тысячи датируя, там выходных данных нет, она датируется 1482-13 годом, другая 1492-13 годом и одна 1553-13 годом. Значит, чем они характерны? Две последних, ну или две более молодых лет рукописи типографским способом исполнены. Сейчас я... Значит, это вот скан странички из рукописной, выполнен на пергаменте. Значит, здесь вот города написаны, у них есть координаты, долгота и минуты. Долгота в градусах и минуты еще есть, и широта в градусах и минутах. Это, причем считается, самая древняя рукопись на пергаменте. Ну вот, она содержит там чуть больше сорока страниц. Ну, год датируется сейчас модно всеми традиционными. Какая дата попадается, самая древняя, той дате и приписывают. То есть, упомянуто, условно, там в табличке, там, ну, допустим, 1600 стоит, они 1600 откидывают, а 1554, они ее берут, так сказать, для датировки. Ну, для атрибутики и нахождения в интернете это не принципиально, но для того, чтобы просто, так сказать, датировать, конкретно датировать, это уже такой подход не годится. Вот, ну, вот здесь представлены, ну, это вот типографским способом, одно издание, второе издание, они в разных городах делались, ну, здесь уже города. И мы видим, что в более поздних изданиях, ну, или более ближе к нам, которые издания, уже координаты, долготы даны не в градусах, а даны в часах. Значит, вот здесь ноль часов и минуты. Значит, и судя по тому, что есть город, значит, вот, по крайней мере, вот в правой табличке здесь ноль часов, ноль минут, то есть это означает, что нулевой меридиан принят вот для этой шкалы вблизи города Талетом. Талетом. Значит, это на территории Испании. Вот. Значит, широты даны в градусах без минут. То есть точность плюс-минус один градус, значит, это порядка плюс-минус 60 километров на широте. А? 60-60 километров. Что говорится? Ну, там в зависимости от широты, ну, неважно, ладно, принимается. Обращаю внимание, несмотря на мнение Гисна, что Ньютон не знает, что такое ноль, в таблице он присутствует или однократно в разных качествах? Ну, ноль появился в 1620 году, насколько я понимаю. То есть, соответственно, эти издания можно датировать, то есть, ну, так, навскидку, это, по крайней мере, 18-й век, но никак не 1530-й. Вот. Значит, ну, мы вот на этих изданиях останавливаться не будем детально, а вернемся к изданию, которое на пергаменте, и которое датируется традиционными историками более древнее. И там, к нашему удивлению, содержатся уже градусы натуральные. Значит, градусы, причем и минуты. Вот. То есть, налицо, ну, первая работа, где это было отмечено, это моя работа, она в интернете выставлена, от Олецких, об этих альфонсовых таблицах. Вот. И там было высказано предположение, что на основании этих результатов, и там еще внутреннего содержания в других местах, этот пергамент был изготовлен в среднем, в... после выхода тех печатных изданий. Значит, для придания древности он был выполнен на пергаменте, ну, видимо, в наличии имел, имелись там какое-то количество листов, 60 листов. Если те издания, там, одно издание 300 страниц, другое, там, 150, 160, то здесь 40. Значит, естественно, что на пергаменте повторять 300 страниц, это слишком дорого. Значит, повторили на меньшем. Значит, ну, вот мы видим, что кусочек странички был вырезан, и тыльная сторона пустая, этого же листа, и полстранички. То есть использовался пустой лист, один чистый лист пергамента, на который вот эти координаты городов были нанесены. А в другом месте этой рукописи еще есть половинка той странички, видимо, от которой и было отрезано, и там текст еще содержится. Вот, ну, здесь вот в этой табличке показано сканированное, расшифрованное название городов, какие удалось расшифровать, какие-то не удалось. Даны их координаты из той таблички и пересчитаны на самые традиционные наши координаты. И, значит, имеется много городов, которые в настоящее время не атрибутируются. То есть не очень понятно, где они расположены и как их название. Но, тем не менее, есть города такие известные, как, значит, ну, вот Верона, например, есть город. Вот, что? Не понял. Ну, я так не готов, надо искать. Ну, Рим есть тот самый. Александрия есть, но она там смещена относительно нынешней Александрии, там, на сотню километров. Вот, ну, смысл в чем, что попытка... Да какая разница, это не цель сегодняшнего сообщения. Значит, попытки просто нанести на карту координаты приводили, ну, даже известных городов приводили к сильному смещению на другие части карты. Значит, поэтому, ну, здесь тоже показано, как это все... Это Стофея делал, да. Вот, значит, в итоге было принято решение просто те города, какие есть, переместить, совместить с сегодняшними, которые сохранились, ну, там, Рим, Пулуза, там, ряд других городов. Париж, там, в частности, он там по-другому называется. Вот, и тогда видно, что часть городов имеет координаты не просто смещения всех на, там, плюс-минус, там, 10-20 градусов, а каждая города имеет свои невязки. Ну, в итоге, значит, было после совмещения, там, значительной части известных городов, нанесение на карту той части, которая этими альфонскими таблицами охватывается. Значит, она, видно, охватывает от Катибы, вот, или самый западный берег Испании, Португалии, скорее всего. Значит, упомянут город Сочи. Вон там, ну, как он написан, сейчас я вам пока продемонстрирую. Значит, если здесь, тут, наверное, не видно будет. Ну, вот, в транскрипции, в табличке, вот она, Сочи, и потом какие-то буквы. Но по координатам, какие получаются, это как раз перемещается на побережье Черного моря, на восточное побережье Черного моря, то есть в район нынешней Колхиды или, там, тогдашней Колхиды. Значит, имеется, вот, имеется тот самый Мека, которая на, это, по-моему, Красное море, да, насколько я помню географию. Значит, самый дальневосточный город, это под Каспиен, территория Тегераны. И имеется два города, которые на территории Африки, один город Арист по координатам, а другой непонятное название. Но, судя по координатам, в глубине Африки, что маловероятно в то время, скорее всего, оно должно было где-то, что? А в Сахаре, вот, там, где Тунис и Налжин? В Сахаре, да, есть два города, Атага и Туникс. Атага, какой-то там? Ну, Туникс, от Нартунис, я так полагаю. Нет, Тунис, но Тунис, вот, северный, северный, еще северный. Нет, это современное название, это современное название. А на карте, в таблицах, вот, в кружке. А на карте написано Туникс, а не Тунис. Ну, это не принципиально. Важно, что смещения большие. Вот, ну, значит, так как там диапазон географически широкий, значит, и городов мало однокрайных, а здесь вот приведена центральная часть города. Ну, здесь вот Рим, Мельполис, потом тот самый, ну, и есть самый северный город, это в районе Берлина нынешнего. То есть видно, что составители карт, если они пользовались более древними координатами, то, так сказать, они были где-то со Средиземноморья, и Берлин был для них слишком далеко. Значит, в атласах Меркатора и Артелиуса приведены раскрашенные карты. И там для конкретных точек на основании базы данных были вынесены какие-то координаты. Значит, и основная база данных приведена в Артели. Значит, вот фрагмент опуса, или как его назвать, документа, приписываемого Меркатору, фрагмент Атласа. И здесь вот, в частности, есть несколько городов, которые имеют координаты свои. И, значит, Стофеев, пользуясь своими картами и программами преобразования, продемонстрировал, что сегодняшний пересчет координат Меркатора, он не вяжется с географическим положением. Ну, например, здесь вот Доблин уходит в море, и тот самый Тетриас-Лемирикус и Квартос-Каркагия. Вот три города уходят в море. Значит, мы видим, что даже в каталогах Меркатора и Птолемея, в географии Птолемея, различные точки имеют разные невязки. То есть это не такое ощущение, что собраны в одно место координаты совершенно разных источников, полученных разными исследователями, так скажем. В частности, измерение широты представляло определенные трудности даже в XVIII веке. Вот в 1727 году Российская Академия Наук выяснила, что для двух десятков городов России широты вычислены весьма приблизительно. И в частности, в 1730 году были специальные геодезисты посланы для уточнения широты городов от Архангельска до Вологды. И разница между Архангельском и Санкт-Петербургом по тем временам составляла 8 градусов 38 минут, ну 8-40. На самом деле она составляла 10 градусов 15 минут. То есть разница на времена позднего Петра, точность определения широты в России составляла где-то почти 2 градуса. То есть если это в морских милях, то, соответственно, это 300 километров, да, получается. Вот, значит, то есть мы видим, что у нас налицо исторические документы, имеются их постраничные сканы, которые демонстрируют нам, что эти документы составлены в более позднее время, на основании более поздних данных, и для придания им значимости как древним, тем или иным способом изменены координаты. То есть... Но, тем не менее, введение уже координат не часовых долгот, вернее, не в часах и минутах, а непосредственно в градусах свидетельствуют о том, что, по крайней мере, вот этот пергамент был изготовлен, ну, я думаю, что где-то в 18 веке. Соответственно, и координаты в работах Птолемея, естественно, они не могут быть датированы с началом христианской эры. Это тоже продукты более поздние, естественно, упираются все в тот же самый 18 век. Ну, значит, выводы такие. Значит, пергаментная работа отпечатана после предыдущих печатных работ, вернее, пергамент написан после предыдущих печатных работ. Значит, рукопись содержит 49 листов, нулевой меридиан смещён в Атлантический океан. Широты городов с шагом в один градус свидетельствуют о невысокой точности измерений приборов того времени, что давал, возможно, ошибку на море. Ну, я вот оценил 60 километров, но меня поправляют в два раза больше, да? В альфонсовых таблицах ещё присутствуют, в частности, допустим, пасхали и равноденствия, и там приведены пасхали с равноденствием от 11 марта, что приводает самые ранние пасхали, дату Пасхи 14 марта. Значит, это говорит, в очередной раз нам подтверждает то, что до 18 века пасхи ещё были неправлены по нынешним канонам, когда ранее григорианская реформа, все пасхи были до 22 марта перемещены в более позднее время, ну, на апрель, в частности. Ну, ещё можно отметить, что в альфонсовых таблицах отсутствует эра сотворения мира нашей российской или византийской, 1508 присутствует, эра короля Альфонса 1526 год, и другие эры, в частности, Хиджа присутствуют, ну, и ряд ещё других эр. Всего спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Если есть вопрос, пожалуйста. Вопрос один. Как будет справляться связь географии с пересчётами Стофеева? Ну, значит, есть вот, у меня подход какой. Значит, есть документы напечатаны, приписаны им какие-то даты печати. Значит, если операция, надо не допускать, что, вернее, наоборот, если допустить, что цифры, приведённые для координат, там достоверные, ну, с той ошибкой, какая там была. То есть мы не подразумеваем, что там просто глядели в потолок и ставили, да, эти самые координаты. То есть, допустим, как-то мерили. Хотя, в соответствии с традиционной историей, уже в те времена были, и эти самые там Астралиабия, и прочие... Широтой легко ошибиться, если не учитывать время измерений. Зима, лето, осень. Не, не почему. По звёздам, по поверхности с неба, по поверхности с неба. Ну, это уже следующий шаг определения. Нет, широта всегда мерилась по Солнцу. Почему по Солнцу? Потому что Солнце это днём, оно его видно. А ночью ты должен смотреть на звезду и одновременно смотреть ещё на показания своего прибора. где какие-то циферки там накорябаны, те самые. А на корабле, а в корабле, не поощряется. Ночью на корабле очень сложно освещать приборы. Более того, значит, цифры арабские появились, значит, после 1600 года и широко распространились к 1700 году. Значит, уже 90% документов исполнялось арабскими цифрами. Поэтому на приборах, которые могли быть, значит, там арабских цифр ещё, скорее всего, не было. Значит, были какие-то римские цифры. И плюс ещё нуля или нуля тоже не было. Поэтому вот определённые сложности возникали при измерениях. И что мы и видим по широтам российских городов. Это уже 1727 год. А по широтам западноевропейских городов? Ну, а там... Ну, потому что чем он прозрял? В справедённом расчете. Там Рим или правильно впадало в море? Нет, не Рим. Там многие города уходили. Там просто налицо. Что мы анализируем? Если мы анализируем этот самый опус на пергаменте, то это фальшивка, которую надо, так сказать, закрыть или рассматривать как познание географическое составителя этой фальшивки. Непонятно, кто это делал. Может быть, какому-то монаху поручили там переписать вот из этой книжки, галочками поставили вот эту табличку, эту табличку, эту табличку. Значит, и он сидел там, у него окошко там, электричества не было, и в солнечный день, значит, там терпеливо заполнял пергамент. Значит, на него опираться, как на документ, ну, на основании, по крайней мере, моей работы, нельзя. Значит, если мы берём следующие документы, то так как они исполнены типографским способом, там большое количество городов, там уже и городов будет, если здесь на пергаменте городов там 40, то там их уже сотни. Значит, те координаты надо сопоставлять с сегодняшними и смотреть ту систему уже координат. Но там идёт уже час и минуту. И это он пока не сделал. Он этого не делал. То есть, вторую часть работы надо делать дополнительно и привлекать по возможности ещё публикации уже астрономические, то есть, где есть координаты городов, в которых хотя бы обсерватории стояли. А обсерватории тоже было мало, их там упали. Сотними городов, да. Далеко не сотни городов.